Приветствую вас и начать свой ответ мне бы хотелось с того, что сказать вам, если вы действительно заботитесь о себе, если вы действительно любите себя, если вы действительно цените себя, если вы действительно хотите жить лучше и так далее, вы не будете больше читать психологические форумы, потому что они не для клиентов. Любая психологическая информация не для клиентов. Это исключительно только информация для психологов, либо для тех, кто интересуется психологией на уровне любопытства. И более того, человеку, у которого есть проблемы, категорически запрещено, противопоказано, вредно взаимодействовать с какой-либо психологической литературой, информацией и так далее, потому что человек воспринимает ее в контексте своей проблемы, делая выводы, которые могут не иметь ничего общего с реальной человеческой проблемой. Прошу вас, пожалуйста, обратить на это внимание и постараться понять, что говорю я это вовсе не для того, чтобы вы бежали к психологу и платили ему деньги, например, за консультацию или что-то в этом роде, а именно для того, чтобы вас уберечь. Уберечь от возможных проблем, которые могут быть в вашей жизни, если вы не последуете моей такой достаточно простой рекомендации. Вот. Значит, давайте теперь мы с вами будем разбираться. Значит, я на одном психологическом ресурсе прочитал, что иногда бывают случаи, когда у человека появляется бессознательная потребность, постоянно испытывают чувство вины, и в таком случае человек делает все для того, чтобы сам себя в это чувство вгонять снова и снова. Но да, такие ситуации, безусловно, бывают. Я поняла, что у меня есть точно такая тенденция. Пишите вы и тут же делаете вывод из этого. То есть вы говорите, что я поняла, что у меня есть точно такая тенденция, и тут же делаете вывод. Выходит и дальше вы уже идете, исходя из того, что вы правы. Вы, вот что, сейчас, сами себе диагноз поставили, что ли? Ну, правда, ну зачем так делать? Вы не психолог, вы не психодиагноз, чтобы самостоятельно ставить себе диагноз. Вы поймите, я без негатива говорю, на самом деле. Потому что вы сами решаете, как вам жить. Вы сами решаете, как вам выстраивать свою, как бы, ну, позицию жизненную. Да, вы это делаете сами. Понятно, что вы взрослый человек, как бы. Но я вас просто предупреждаю, что, может быть, у вас тенденция совсем другая. Например, может быть, тенденция у вас такая, что вы не вину испытываете, а состояние жертвы, или, может быть, не вину испытываете, а впадаете в детское эго-состояние. Понимаете, в чем дело? То есть, нужно с этим разбираться, именно разбираться, что это такое, то, что у вас происходит. На чем оно завязано, вот это то, что у вас происходит. Что оно из себя представляет и так далее. Ну, понимаете, не могу, например, я делать выводы о том, что у вас за проблема, только исходя из того, что вы прочитали форум, да, и сделали выводы о себе самым. Ну, вы же не профессионал, понимаете. Откуда вы знаете, что у вас такая тенденция, да, может быть, чем-то близко, может быть, походе. Но внешние проявления, симптомы совершенно не означают наличие той или иной психологической проблемы. Поэтому я вас очень прошу. Либо в дополнение к вопросу, либо приватно тому эксперту, который вам придется подуше, либо на консультации у того же психолога, который вам придется подуше. Опишите, как можно попробую, а еще лучше расскажите своими словами, как можно попробую, что именно у вас за состояние такое. Что именно за состояние. Что оно из себя представляет. Когда начало себя проявлять. На почву, чего, как. Понимаете. Эти все вещи очень важны. Дальше. Значит, выходит, у меня есть бессознательная потребность испытывать чувство вины. Ну, смотрите. Чувство вины испытывает кто? Как правило. Чувство вины испытывает жертва. Правильно? То есть, вот я во всем этом виновата, да, вот я, значит, ничего там не справилась, я ничего не смогу, да, и так далее. Чувство вины испытывает жертва. Значит, вам выгодно быть жертвой. Почему вам выгодно быть жертвой? Потому что так вы избегаете ответственности за свою жизнь, за себя. И перекладываете эту ответственность на тоже чувство вины, например. На тех, кто является источником этого чувства вины. И так далее. Приятно, когда себя винишь, чувствуешь себя жертвой, и при этом, при этом, как бы, ничего не происходит. Вам комфортно, когда вы испытываете чувство вины. Потому что оно, оно дает вам некое чувство. И вот нужно просто подумать. Когда в детстве своем вы испытали чувство вины и получили что-то закрепляющее, что-то подкрепляющее, что-то позитивное в этом для себя. Только честно. Вот поассоциируйте на эту тему. Вот я испытывал чувство вины, допустим, когда-то в детстве. Да, я испытывал чувство вины. А когда это было? При каких обстоятельствах это было? Какая была у меня мотивация? Какая была мотивация там у, допустим, родителей моих, если это были родители, или друг я, если это были какие-то люди вокруг вас? Понимаете, какая штука? Ну, в любом случае, чувство вины – это позиция жертвы. Это, вроде, такая детская позиция. То есть, имеется какая-то вторичная выгода от чувства вины. Но я не могу понять, какая. Прошу вас, дайте мне наводящие вопросы, чтобы я сама себе их додала с целью выявления вторичной выгоды от чувства вины. Чтобы понять, откуда ветер живет, и зачем это моему подсознанию нужно вообще. Ну, потому что ответственность на себя брать не хочет. Не хотите за себя выбор делать? Не хотите. Вот, опять же, чувство вины очень здорово в том плане, что оно помогает решить проблему выбора. Я точно знаю, как я буду поступать, я точно знаю, что там кто-то от меня чего-то хочет, я точно знаю, что от меня кто-то зависит, я точно знаю, что от меня кто-то чего-то ждет, вот, я точно знаю, что я что-то для кого-то должна сделать. Тут еще и потребность, вероятно, в собственной значимости имеется у вас, но это, как вы понимаете, все не точно. Надо разбираться, что, откуда, почему, из-за чего и так далее. Они так вот, как вы и пришли, сами себе диагноз поставили и все, и все здорово, все довольны. Не работает это так, а измоталось сил нет, а из-за чего измотались. Выйти из цикла побуждения, провоцирующее поведение, чувство вины, отходняк, побуждение не могу, не получается вообще. Из цикла побуждения, провоцирующее поведение чрезву вины, поведение к чему, поведение к тому, если не могу, не получается. Избавление себя от чувства ответственности за саму себя. Вы вот когда себя в безопасности чувствовали в последний раз? Подумайте, пожалуйста, об этом. об этом. Ну а так, если говорить в целом, то чувство вины – это голос за родителей. Родители – голос общества. – то есть, что человек вообще должен делать. Это такое подавляющее влияние на человека. И нужно понимать, что вину вызывают те, кто хочет, чтобы вы сделали по их, если это сознательный процесс, если это процесс именно целенаправленный, направленный на определенного рода выгоду и так далее. – то есть, это вот такой, ну, важный момент для вашего понимания. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду нам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго, не занимайтесь самолечением и удачи!